Быть с Иисусом. Помните то место Луки 8.39, там был бесновавшийся, это тоже в Марка 5.18, который бился в скалы, бегал там, цепи рвал, такой не просто, в котором был легион, да? Да, 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 ну не у него имя было, а у этих тварей их было так много, и они что-то творили с ним, делали, но это неважно сейчас. И Лука, он как медик, он по профессии, по специализации больше был врачом, и он описывал как раз эти события, я именно взял не Марка, я взял Луку, именно он описывает, ну очень схожие с Марком. Человек, из которого вышли бесы, просил Иисуса, чтобы быть с ним. Когда человек освобождается, первое здоровое, адекватное у него желание быть с тем, кто ему помог, кто исцелил, кто благословил, быть с тем, через которого явлена была сила. Дальше. Иисус отпустил его, сказав, возвратив в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. И он пошел и проповедал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Иисус, можно подумать так, что Иисус от него ушел. Нет. Когда Иисус сказал свои слова, и он стал послушным, этот бывший бесноватый, уже нормальный человек, он вошел в призвание, слова Иисуса исполнились сразу. Этот бесноватый, бывший бесноватый, но теперь здоровый и нормальный Божий человек, он вошел в призвание и в силу, потому что слова Иисуса вошли в него. Иисус, когда слова Иисуса входят в тебя, ты больше, это значит, что Иисус уже всегда с тобой. Многие думают, мне нужно реальное присутствие Иисуса. Оно нужно. Но, во-первых, тебе нужно, чтобы, если слова Иисуса войдут в тебя, то вдруг включится призвание, вдруг включится сила Божия. А это значит, что Иисус с тобой ходит. Ты скажешь, но я его не чувствую. Я вообще физически Иисуса не чувствую. Но если слова войдут... А как они вошли? Иисус отпустил его и сказал, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Когда слова входят в тебя, что нужно? Нужно просто быть послушным словам Иисуса. И тогда Иисус с тобой будет всегда. Когда ты послушен словам Иисуса, Иисус будет с тобой. Когда ты послушен словам Иисуса, Иисус будет с тобой. Если ты не послушен словам Иисуса, ты сам ушел от Него. Но если ты послушен словам Иисуса, то включится призвание. И Он пошел и в помазании проповедовал по всему городу, что сотворил Ему Иисус. Он стал свидетелем Иисуса. И я уверен, что когда Иисус воскрес из мертвых, вот эти люди, они услышали, где Иисус, и они стали учениками, они скопились в одно место, их стало много, они собирались в храме и по всему Израилю, и по всему потом Европе, и потом по всему миру. Но, во-первых, слова вселяются в тебя обильно. Иисус хочет, чтобы слова в тебя вошли, так и слова, которые исходят из уст с Ним, они не возвращаются Ему к тщетным. Но теперь Иисус, когда Он воскрес из мертвых, Он дал тебе способность тоже говорить слова. Хорошие слова. Дорогие слова. Слова созданы для того, чтобы материализовываться и воплощаться, а потом общаться. Если Иисус благословил этого бесноватого, бывшего, в кавычках, Он стал Божьим человеком, Иисус благословил, то что в жизни этого человека стало? Благословение. Иди, расскажи, начни говорить хорошие вещи о Боге. Когда Бог тебя благословил, ты же не будешь про себя говорить плохое. Иисус вас благословил, Валентин. Чем? У вас есть две руки, две ноги, голова. Вы здесь, вы здоровы. Теперь говорите слова благословения. Я не могу на себя говорить. Говорите на других, тренируйте слова благословения. И оно через некоторое время... Вы знаете, очень часто люди начинают говорить в жизнь других, а в жизнь свою ничего не говорят. Если ты не начнешь говорить благословения в твою жизнь, я не знаю, кто тогда скажет. Один человек за сто лет тебе нужно говорить, создавать свою судьбу собственными словами. Говори слова благословения. Иисус, смотрите, главная мысль, о чем я хочу сказать, быть с Ним. Помните этот одержимый, он сказал, бывший одержимый. Он просил Иисуса, чтобы быть с Ним. Он просил Иисуса. Иисус, я прошу тебя, я хочу быть с тобой. А что, Иисус его кинул, отослал, выгнал? Нет! Когда ты послушен Иисусу, ты всегда будешь с Ним, даже если ты его не будешь видеть. Проблема, что Иисуса не видно, но Он всегда с тобой. Если ты говоришь слова, у меня проблемы, у меня все не так, ты изгнал Иисуса из своей жизни. Когда ты говоришь, Иисус, я люблю тебя, и я говорю твои слова в свою жизнь, ты позволяешь Иисусу благословить тебя. Открой уста и начни говорить, я благословенный человек Божий, я в призвании, я в силе, мои дети благословлены, они служат тебе. Мои дети благословлены, они служат тебе. Моя семья благословлена, она служит тебе. Давайте еще одно место из Священного Писания. Мы посмотрим, а теперь есть моменты, как Священное Писание объясняет ветхом. Как это нужно говорить? Если говоришь, это уже месяц, два, год, а оно дальше, сколько еще говорить? Хорошо, давайте мы, следующее место, там написано, там уже есть детали. Что нужно делать, детализация, что нужно делать? Просто говорить и не верить, не разобравшись ни со своим сердцем. Стоп, мы сейчас посмотрим следующее место, которое объяснит. Иисус детализирует, как быть с Ним. Священное Писание точно объясняет, как быть с Иисусом. Это очень важный момент. Не я объясняю, а место из Священного Писания. Иоанна 15, 15 глава. Новый Завет. Иисус говорит, прибудьте во Мне. Быть с Ним или пребывать с Ним очень похоже. Похоже? Прибудьте во Мне, а Я в вас. А теперь мы идем дальше. И есть некоторые... Ветхий Завет вообще детализирует, как это надо. Но в Новом Завете Иисус говорит, как ветвь не может приносить плода сама собой. А мы читали, что земля дает семя, плод, произращать и так далее. Мы сейчас произнесли благословение на себя. Вот то исповедание, которое ветхозаветное, но оно очень хорошее. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на вазе, так и вы, если не будете во Мне. Я, этот, который освободился от бесов, хочу быть с тобой. А Иисус говорит, если вы не будете со Мной, у вас проблемы вообще. У нас нет вообще выбора, как быть с Иисусом. Только быть с Иисусом. Только быть с Иисусом. Я есть ваза, я есть ваза. А вы в ветви. Кто пребудет во Мне, я в Нем, тот приносит много плода, потому что без Меня не сможете делать ничего. Дальше. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветви засохнут, а такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Но вы пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут. Все, чего пожелаете, просите, и будет вам. Так прославится Отец Мой, и вы принесете много плода, и станете Моими учениками. Иисус говорит, у нас вообще нет выбора. Или ты принимаешь слова Иисуса в себя, и начинаешь их говорить, иначе ты станешь бесплодным и засохнешь. Это не я сказал. Это написано, можете проверить. Иоанна, 15 глава, с 4 по 17 стих мы еще не дочитали. Кубо хироло. Нет выбора у нас. Я беру слова Иисуса, помещаю их в своем сердце, я над ними размышляю, я их говорю. О, уже какая-то последовательность. Я думаю над ними, я жую их, я размышляю, я говорю. И если мне что-то непонятно, мне нужно созреть. О, макабо шире ле. Еще дочитаю. Тем прославится Отец Мой, что вы принесете много плода и станете Моими учениками, то есть будете. Как возлюбил Меня Отец, я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. В любви Иисуса мы можем купаться, находиться в любви Иисуса. Он же сказал, значит это уже мне. Мы в теле сейчас. Иисус говорит, ты можешь постоянно быть в Моей любви и стать любимчиком. Любимой. Скажи, я любимый Иисусом. Это не мой выбор. Это, скажи, не мой выбор. Это твой приказ Иисус. Я любимчик Иисуса. Читай еще раз. Прибудьте в любви Моей. А что еще может быть больше? Когда тебя любит сам Иисус, и ты в нем ходишь, мыслишь, говоришь. О, йо макабо шире лея. Это сказал я вам. Да радость Моя в вас прибудет. И радость Моя совершенна. Твоя эмоциональная, душевная жизнь меняется. Если в твоей жизни нет радости, значит дьявол там уже поработал. Да, Виктория? Не спать. Я понял. Еще раз. Сколько вы улыбаетесь и радуетесь в течение дня? Ну, хотя бы над другим человеком радуйтесь и улыбаетесь. В шутках, да? Подкалываешь других людей и радуешься и улыбаешься. Ну, я еще раз говорю. А вот ты внутри, вот как личность, вот насколько ты счастливый? Как часто ты радуешься или ты печалишься? Или дьявол тебе рассказал? А что радоваться? Сто лет, сто лет говорю, что что-то говорю, и ничего не происходит. А Иисус говорит, эй, ты не со мной это делал. Надо со мной. Не получается всегда радоваться. А? Ну, это же не обязательно улыбаться. А ну, вот мы едем, я говорю, Инна, вот такое счастье внутри. Хорошо. Это я согласен. Но я не говорю про улыбку, я говорю про радость. Можно быть радостным. Это не значит, что ты всегда улыбаешься. Но радость, она внутри. А любовь, она внутри. А Иисус внутри тебя. Скажи, Иисус внутри меня. Повторяй. Иисус внутри меня. Иисус внутри меня. И Его слова пребывают во мне. И любовь Иисуса, и радость Иисуса, и благословение Иисуса во мне сейчас здесь и сейчас есть. Аминь. Во имя Иисуса, Духом Святым, я ставлю печать благословения, истина Твоя вовек. Аминь. Что говорит Ветхий Завет вообще? А Ветхий Завет вообще прагматичная еврейская детализация душевных, духовных, физических, всех событий. Как мне быть с Иисусом на основании Ветхого Завета? Читаем. То есть, Ветхий Завет дает нам принципы, что делать. Вот детально, что делать. Первый пункт, второй пункт и так далее. Но там нужно еще размышлять, еще размышлять. Но мы пройдемся по-быстрому. Да. Значит. Да. Второзаконие 6. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть. И дальше. Люби Господа Бога твоего. Как? Первое. Всем сердцем. Первое. Всем сердцем. Второе. Всем разумением. Всей душою. Всем разумением. Всей душою. Всей крепостью. Дальше. Третье. Всеми силами. А всеми. Да. Да будут слова. Да. Так. Всеми. И так. Еще раз читаю. Да будут слова эти, которые заповедуют тебе сегодня. То есть, первое. Люби Господа всем сердцем, всей душой и всеми силами. Да будут слова эти, которые заповедуют тебе сегодня. Первое. В сердце твоем. Сердце. Это что? Это какая-то... Это как подсознание. Это твоя персон... Это как сокровищница всех мечты и всего самого драгоценного, что у тебя есть. Это там в сердце где-то. Да? Но когда попадает в сердце, оно исполняется. Всегда исполняется. Да. Второе. И внушай их детям твоим. Говори близким людям. Да? И говори их, сидя в доме твоем. О, у тебя, оказывается, еще где-то дом попадает. Доме твоем. Говори их, сидя в доме твоем. Что говорить? Принципы благословения, заповеди. Дальше. Идя дорогою. В дороге. Дома. В сердце. Говори своим детям. Ложась спать. Вставая. Навяжи их знак на руку твою. Записочки делай. Пиши на руке себе. Не надо на кого-то ходить. Напиши. Иисус любит меня с утра до вечера. С вечера до утра. Он любит меня. И напиши. И ходи. И руку помой. И снова напиши. И потом на бумаге напиши. И потом запомни. О чем я говорю? Ты хочешь быть с Иисусом? Иисус говорит, пожалуйста. Говори мои слова везде. Где говорить слова? Еще я раз читаю. В сердце твоем. Я благословенная дочь Божья. Я благословенная дочь Божья. Я благословенная дочь Божья. О, я верю уже. Сердцем. О чем мы говорили? Вера. Она говорит слова. А вера это то, что угождает Иисусу. Когда ты говоришь слова, это будет происходить. Когда ты говоришь благословение в свою жизнь, оно будет происходить. Дьявол будет говорить, это не работает. А ты говоришь, отойди от меня сатана. Это слова Божьи, они работают. И чем больше ты говоришь слов Божьих, тем сильнее ангелы работают в твоей жизни. Аминь. Дальше. В сердце, внушая их детям, говори их, сидя в доме, идя дорогу, ложа, вставая, навяжи их знак на руку твою. Да будут они повязкую над глазами твоими, перед глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего. Евреи вообще прибивают всякие мезузы, там заходят в дом, выходят из дома, прикасаются. Там молитва у них находится. У них коробочки такие, везде на одежде что-то написано, какие-то символы. Дальше. На воротах твоих у тебя должен быть дом с воротами. Есть. И дом, и ворот. Аминь. Только написать. Иисус Господь надо написать на еврейском языке. Когда же ведет тебя Господь в ту землю, как Он клялся отца Мавраму, Исааку, Якову, и дал тебе большие хорошие, которых ты не строил, внимание, берегись, чтобы ты не забыл Господа. Помни. Задача дьявола, оставьте ее в покое. Задача дьявола, чтобы вы забыли слова Иисуса, чтобы вы вышли отсюда и все забыли. Когда вы выйдете отсюда, дьявол хочет, чтобы вы вышли и все забыли. А Иисус хочет, чтобы ты помнил, говорил, исповедал, делился, рассказывал, писал об этом. Что происходит в твоей жизни? Что-то происходит. Ты начал Иисусу позволять через свои руки писать, через свои уста говорить. А мы живем в Новом Завете. Это Ветхий Завет. Объясняет в деталях, что надо делать. А потом Он говорит, помни, чтобы ты не забыл Господа. Помни. Задача дьявола, чтобы ты забыл задача Иисуса, чтобы у тебя была хорошая память. Во имя Иисуса. Аминь. Дальше. И заповедал нам Господь все постановления, чтобы мы боялись, то есть были страхи Божьим. И чтобы нам было хорошо во все дни. Чтобы наши жизни и так далее. Это будет наша праведность. Моя праведность Иисус. Иисус в Новом Завете. И будем стараться исполнять все заповеди перед лицом Господа нашего, как Он заповедал нам. Мне уже не надо стараться. Он написал свои заповеди в моем сердце. Он управляет мной. Ты скажешь, но я же забываю. Чаще говори. Чаще вспоминаю. Напиши. Подсказки. Чтобы ты не забыл. Поставь какие-то знаки. Твой дом должен быть посвященным. Твое тело должно быть посвященное. Твои мысли должны быть посвящены. Всем сердце. Сердце это как часть духа. Всей душой. Разум, воля, эмоции, память, интеллект, воображение. Все эти сферы тоже могут быть наполненными словами Божьего. Душа. И тело твое. Я славлю тебя, Иисус. Тело что делает? Говорит. Махает руками. Прославляет Иисуса. И тело тоже должно что-то делать. Если ты хочешь. Иисус говорит, я хочу вселиться в тебя, ходить с тобой. И ты говоришь. А этот говорит, я хочу быть с тобой. Я. Иисус говорит, если... А кто вложил это хотение и действие? Иисус. Иисус говорит, я хочу быть с тобой. Это несложно. Он говорит, я недалеко. Я близок к тебе, говорит Господь. И я выхожу на какие-то вот такие простые вещи. У нас немного времени. Как соединить Иисус и Его слова? Иисус и Его слова. Если Иисусу нужно войти в меня, то Он должен войти в меня словами. А где доказательство, что слова – это Иисус? Иоанн 1.1. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Есть Бог. Слова воплотились в Иисуса и стали полные благодати и истины. И пребывает с нами, и пребывает во мне. Пребывают. Он воплотился в 14 стихе Иоанна, Евангелия Иоанна. И Он стал полным. Иисус хочет, чтобы когда в Новом Завете Иисуса слова, Иисус – это одно и то же лицо, одна и та же личность. Слова Иисуса, они не мертвые. Слова Иисуса, они сверхъестественно живые. Слова Иисуса, они движимы ангелами и Духом Святым. Когда ты говоришь слова Иисуса, то Сам Дух Святой, Сам Дух Святой во мне говорит. Сам Дух Иисуса во мне находится. Когда ты говоришь в Новом Завете, когда ты говоришь слова Иисуса, Сам Дух Святой, Его Величество, говорит через тебя. О, это честь. Что за тела? А? Что за тела, куда Он вселился в нас? Какая честь? Какое достоинство? Как такое достоинство? В Слова Бога да вселяется в меня обильно, Кавасянам. Быть с Иисусом – это Слова Бога вселяется в меня обильно со всяким постоянством. Принимая Слова Иисуса, я обретаю качество и способность быть с настоящим другом по критериям Священного Писания. Из простого человека ты изменяешься, трансформируешься в Друга Божьего, в посвященного и верного, надежного человека. Незаметно для меня Дух Иисуса начинает думать, творить, говорить через меня. И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Это не я думаю, это не я говорю, это не я делаю, это Иисус через меня делает. Это твое решение. Или Иисус живет в тебе, и ты с Ним. И ты говоришь, я хочу быть с тобой, Иисус говорит, пожалуйста, я в тебе. И уже не ты живешь, и уже не ты думаешь, и уже не ты говоришь, и уже не ты благословляешь других людей. Это Иисус через тебя благословляет других людей. Быть с Иисусом вообще проще простого. Легко. Вообще ближе некуда. И это факт. Он никуда не уходит. Он не спит. Иисус не устает уже, потому что он в пропавленном теле. Как она любит? Это не я думаю, но Дух Иисуса во мне. Не я говорю, но Дух Иисуса во мне. Быть Иисусом, быть с Иисусом в разуме, то есть в душе. Разум, воля, эмоция, память, воображение, мысли, в словах, делах, во всем. Ты входишь в уровень посвящения, и в этом мире для тебя ничего не важно, кроме Иисуса. Если человек держится за свои способности, за работу, этот мир, он еще не посвящен Иисусу. Если ты думаешь, что я пойду на работу, заработаю, я сделаю пару дел еще, ты не посвящен Иисусу. Иди на работу, делай, но иди с Иисусом. Если раньше было так, я, Иисус и работа, а теперь ты с Иисусом и иди. И иди и проповедуй по всему городу, что сделал тебе Господь. Ну, как этот тот парень, который бился раньше головой об камни, теперь он стал, исцелился и пошел, куда ему сказал Господь. А что он сказал? Он сказал ему словами, он услышал слова и пошел. Услышал слова от Иисуса и вперед. Второе Петра. Нет. Тест. Если человека тянет на грех, значит он пустой. Он должен наполниться, читать, размышлять, говорить, общаться в семье Божьей. Мы в семье Божьей. Большинство глупостей, ошибок, нелепостей, ссорчивых делают, потому что он пустой. И слов Бога в нем нет. Так что и члены, и органы в нем противопорствуют в нем. Если люди заигрываются в отношениях, выстраивают свои формулы понимания, точки зрения, строят стены, чтобы защитить свои мысленные, мистические замки, люксии, конструкции, они оказываются в рабстве собственного эго. Когда человек не знает, что делать с Иисусом, он не читает слова Бога, записанные в Священном Писании. Это тоже Иисус. Когда я принимаю Иисуса в себя, я наполняюсь, я изменяюсь, я совершенствуюсь, как Отец Мой Небесный Совершенный. Иисус сказал, вы можете стать, у вас есть стандарт совершенства, совершенствуйтесь, как Отец Мой Совершенный, ваш Отец. Будьте, берите, ой, вообще какой уровень, ой, я могу быть, а где и сейчас. О, да даже если ты будешь суперкрутой, ты можешь быть еще круче, еще лучше, еще больше, еще могущественнее. Если ты пустой, и Слова Бога в тебе нет, будут проблемы, ссоры, конфликты, непонятные отношения с людьми. И если ты видишь, что в твоей жизни происходит, ты можешь сейчас протестировать тест, то значит ты пустой, надо наполниться, наполнить разум, наполнить сердце, наполнить уста, наполнить душу, посвятить свою волю, наполниться радостью, разум, воля, эмоции, память, интеллект, воображение. Нет времени просто сегодня об этом говорить, потому что это очень хорошая тема, как наполнить каждый элемент твоей души и так далее. Второй Петра. Кто кого победил, тот тому и раб. Вначале во мне должны победить слова Господа Иисуса. Практически, чтобы Иисус, я мог нормально с Иисусом быть вместе, я тоже что-то должен делать. Мне нужно спустить слова Иисуса в себя. Они как передовые отряды очищают, освящают меня, благословляют. Так что я в благословении, и благословенный Иисус во мне. Но если я чувствую себя проклятым, Иисус не может во мне быть. Иисус не может быть в проклятом, Иисус не может быть в... Ты неправильно к себе относишься, ты с ненавистью к себе относишься, ты не благословляешь себя. Да как Иисус туда придет? Ты сам себе что-то делаешь, говоришь не то? Нет, Иисус говорит, благословляй себя. Люби себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Почему так? Потому что, когда ты берешь у Иисуса, ты сам пользуешься любовью Божьей, и передаешь ее другим. Если ты не имеешь любви Божьей, как ты ее передашь другим? Любимчик – это тот, кто накапливает любовь от того, кто его любит. Зачем? Чтобы передать ее, как Иосиф. Любимчик Иосиф. А сколько он сделал поступков любви? Простил братьев. Еды передал. Израиль спас. Красавчик. Он наполнился любовью. Он их простил. Когда у тебя есть любовь к себе, тогда ты можешь ее передать другим. Но тебе нужно быть с Иисусом, чтобы источник любви наполнил тебя. Чтобы ты отдыхал от своих проблем, от своих мозговых клинических событий. Чтобы в твоей голове наступил Эдемский сад, Царство Божие. Правильность, мир и радость в Его Величество, Духе Святом. Идем дальше. У нас еще немножко. Мы уже финишируем. Быть с Иисусом. Ложная, фальшивая информация старается отделить тебя от Иисуса. Всякие учения, всякие вещи, которые создают в тебе конфликт, и это значит, ты с Иисусом, значит, дьявол пытается разделить вас. Ты можешь с кем-то дружить, общаться. Если у тебя конфликт с Иисусом, в этот момент, это неправильное, это человек может быть правильный, но ты не с Иисусом. Задача дьявола посадить в тебе какое-то изнание, в Discovery смотри, смотри телевизор, смотри какой-то YouTube. Ты там потеряешь Иисуса 100%. Смотри политику, и ты потеряешь Иисуса 100%. Будь с Иисусом, и Он скажет тебе, обрати внимание на это, посмотри это. Жизнь становится легкой, наша жизнь трудная, потому что нам никто не объяснил, что я могу быть с Иисусом, и Он сам это хочет, но Он говорит, ну что, когда, давай, я с тебя уже в тебе, давай, что будем делать? Что делать, что делать? Говорить. А что говорить? Ну так почитай, наполнись словами Иисуса, а потом ты начнешь их говорить. Надо наполниться. Любовь, она хочет тебя наполнить, а ты открываешь Священное Писание, наполняешься, уже не хочешь ни с кем ссориться. Тебе уже хорошо, ты уже начинаешь любить, потому что слова Иисуса пребывают в тебе, и ты чувствуешь себя любимым. И потом ты можешь эти слова применить к себе, а потом к другим, и так далее. Ко ма щи боро ко? Быть с Иисусом, это когда слова Иисуса во мне. Мне радостно, уверенно, торжествующе и победоносно, чтобы победить себя и греховные влияния. Первое. Посвяти себя Священному Писанию, и отдели свои отношения с Иисусом. Вы знаете, что такое революция в твоей жизни? Это когда ты в графике жизни раздвигаешь время для Иисуса, чтобы почитать Священное Писание, слова Иисуса. Потому что дьявол говорит, ну не надо, ты что, целый час будешь читать эту Библию? Ты что, ты там не читал? Ты что там знаешь? Да нет, это богодухновенные тексты, Священные Писания. И когда ты в них окунаешься, Дух Святой приходит, Ангелы приходят, Иисус, опа, ты тут и я здесь, мы вместе с тобой почитаем. Опа. Большинство, когда со мной встречается с Иисусом, это через Священное Писание. На начальном этапе, чтобы ты не заблудился, и чтобы ты не вошел в мистические знания, Иисус встречается с тобой на страницах Священного Писания. Когда ты читаешь, знаешь, как Робинзон Круза, там, ты там на островах, эти пальмы, обезьяны, и ты читаешь Новый Завет, и ты там проваливаешься в эти события, ты там оказываешься, ты смотришь, какой Иисус, как с Ним хорошо, как с Ним интересно. Мое решение в смирении подчинить сердце и воле Иисуса. Вначале посвящение словам Иисуса, а потом я посвящаю свою волю. Не моя воля, Иисус, но твоя воля, да будет юношей, Иоанна 1 Иоанна 24, вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Слова Иисуса находятся в тебе, и ты способен с Иисусом побеждать. Если в тебе нет слов Иисуса, если слова мои вас пребудут, то вы истинно, мои ученики, начнете выигрывать. Иисус говорит, я вселюсь в тебя через мои слова, и ты начнешь выигрывать. Ты начнешь читать Священное Писание, выделять время, наполняться, и твоя жизнь начнет меняться, твое тело начнет меняться, твоя душа начнет меняться, твой дух станет огненный. Аминь. О, Иисус, Иисус. Человек, не имеющий в себе истины, откровения, не имеет и не может вообще приносить никакой плод. Есть плод Духа, есть плод, там, любовь, радость, мир, довготерпение. Но Иисус говорит о том, что быть с Иисусом, это кушать слова Иисуса, жевать слова Иисуса, кушать Иисуса, принимать Иисуса внутри себя, размышлять, преобразуйтесь обновлением ума, размышляем над Священным Писанием. У нас будет время, я покажу вам несколько упражнений, как сделать, чтобы ты читаешь вот текст Священного Писания, да, или Новый Завет, или Ветхий Завет, и он будет просто у вас вот так, вы оказываться будете в этих местах, о чем вы читаете. Все ваше естество будет, я покажу потом, будет время как-то эти упражнения, но сегодня у нас просто. Но я говорю, что это возможно. КОМАСЕ, КОБОШИ. Дальше. Когда человек начинает питаться от стола Божьего, от слов Иисуса, записанных в Священном Писании, тогда они как еда, они становятся как еда для этого Духа. Это как молоко, хлеб, мясо, это суперпитание для роста и развития личности. Иисус говорит, я не просто хочу, чтобы ты читал, я хочу тебя развивать, чтобы ты был интересным. То ты говоришь, нужно закончить университет, чтобы кем-то быть. Нужно, если Иисус скажет. Но ты можешь закончить университет с откровениями Иисуса. И тогда то, что ты будешь говорить, любой, кто имеет высшее какое-то образование, светское, или так далее, Он будет отставать. Но если ты не будешь пребывать в словах Иисуса, być с Иисусом, быть с Тобой Иисус, быть с Тобой Иисус, быть с Тобой Иисус, и днем, и ночью, возможно. Когда ты встал, когда ты лег, атендарм, и когда ты кушаешь, и когда ты говоришь, и когда ты общаешься, и ты вышел, и ты там, и ты там, что ты говоришь? Ты говоришь слова, которые сказал Иисус в Новом Завете, Тебе не нужно говорить 10 заповедей? Не кури, не блуди. Ты говоришь, Иисус тебя любит, Он умер за тебя, Он воскрес для тебя. И уже не я живу, но живет во мне. И мой Иисус, это не я думаю, это не я говорю, это Иисус в твоей голове. Это Иисус смотрит через тебя. Это Иисус через уста твои говорит. Это Иисус через твои руки прикасается. Это Иисуса, стопы, куда-то ступил, они благословили эту землю. Это Иисуса руки прикоснулись к чему-то, о чем-то. Все становится благословенным через тебя, потому что благословение Иисуса через слова и присутствие Иисуса, и Духа Христова, Духа Иисуса, оно в тебе. Вселюсь в вас и буду ходить в вас. Когда это будет? Это значит, что Иисуса посадили в клетку. Извините. В клетку. Я не хочу быть клеткой Иисуса. Я посвящаю все сферы Духа, Души и Тела Иисусу. Я открываю все комнаты и говорю, Господь, Слово Твое довселяется в меня обильно. Духом Святым проникая до разделения Души и Духа, суставов, мозгов, судя намерения, помышления сердца моего. Чтобы, и когда я говорю, Господь, я о чем-то мечтаю, Он говорит, я внимательно слушаю твою мечту, которую я ввожу в твое сердце. Говори! Это другой уровень отношений. Быть с Иисусом, ты никому не сможешь это объяснить, как быть с Иисусом. Но быть с тобой, Иисус, возможно. И Ветхий Завет говорит, и Новый Завет говорит. Все соединяем, все работает. Человек возрастает, меняются мысли, поведение, взгляда на жизнь, соответственно, изменяются обстоятельства. В пользу благословения приходит победа во всем. Я вам говорю, абсолютно не важно, сколько вам лет. Если вы начнете читать священное Писание, как слова Иисуса, над ними размышлять, через некоторое время изменяются мысли, слова, поведение, обстоятельства, события. Приходит благословение. Ты начал выигрывать там, 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 там. Но задача дьявола – да расслабься, да покушай арбузика, да поспи. Да не надо тебе это, потранди о том, да там еще что-то это. О, мако Божий, да иди поспи, не выспался, ты ж зеваешь. О, Иисус, Иисус, говорит, я лучше буду читать Иисуса, не читать священное Писание. Я не читаю Библию, я читаю Иисуса. Я читаю слова Иисуса. О, ма, ший. Все Писание Бога духовно полезно для научения, обличения, исправления, наставления. Да будет совершен, Божий человек, ко всякому делу доброму Божьему приготовлен. Иисус вселился в тебя своими словами. И слово Бога пребывает. Юноши, вы победили. Почему? Потому что слова Иисуса. Любая зависимость, любая проблема, любое греховное ощущение, оно может быть остановлено, только если слова Иисуса будут в тебе. Если истинно слова Бога больше в тебе, чем информация греха, то ты не будешь грешить. Но если ты пустой, и любая информация греха придет, ты согрешишь. Потому что слово не противостоит. Тебе нечем ответить. Ты голодный. Ты довел свой дух до немощи, и он не может противостоять греху. Но слова Бога, юноши, вы начали кушать. Слово Бога, оно как молоко, как мед, как мясо, как хлеб. Оно кормит тебя. Ты сытый, ты сильный. И если приходит дьявол, и начинает что-то мурчать, ты говоришь, отойди от меня, сатана, Господу Богу. Всем поклоняться и всем служить. Во имя Иисуса. А Бесси говорит, мы не можем служить. Вы как рабы будете служить. Вот как эти, на угольных складах, грязные, чумазые, копайте золото для святых. Передавайте чистым святым ангелам, они принесут. Все работают. Пред именем Иисуса преклоняется всякое колено. Кума бошиторо, ма коробо. Дальше. О, масике. Тебе и мне надо вырасти. Вы помните притчу о талантах? У одного был талант, у других было побольше. Если ты не будешь развиваться и расти, ты деградируешь. С Иисусом только рост. Иисус говорит о Божьем, о горнем, о высшем, о самом лучшем помышляйте. Когда ты с Иисусом, тебе захочется самого лучшего. И слова Иисуса, они в твоей голове постоянно, и днем, и ночью. А почему? А потому что ты взял и в своем дне вырезал один час, и ты там. Иисус, мне нужно один час быть с тобой, читать тебя. Там встретимся, там разберемся. Но я должен упасть в эту книгу, провалиться, оказаться там. И никто меня не трогает. Я с Иисусом. Ключ и доступ к Иисусу – это Священное Писание в моих мыслях, в моих словах и моих делах. Что ты делаешь? Как ты говоришь? Как ты мыслишь? Как ты мыслишь? Как ты говоришь, что ты и будешь делать? Мысли, Священное Писание в мыслях. Как засунуть в мозги Священное Писание? Почему изо рта выходят не совсем те слова? Такие поступки, так тебя и не несет в благословение. Но ты наполни. Иисус говорит, я хочу, я вообще, я... Иисус говорит, я все, что хочешь, только давай. Когда? Назначь время. Все, мы начинаем с этой минуты, с этого дня. Иисус начался в твоей жизни, чтобы ты был с Ним. Аминь. Хума сикото. Мы сейчас помолимся. Иисус сказал, что в последнее время будете делать больше, чем я. А знаете почему? Знания, откровения настолько умножили, что даже апостол Павел не мечтал о таких откровениях, которые есть у нас. Хоу. Хоу макабосото. Иисус говорил, вы будете делать больше. Когда? Когда слово, слова Иисуса вселятся в тебя и начнут тебя насыщать. Знаете, ты должен стать, ты должен стать духовным, я не знаю, Голиафом. Ну, в хорошем смысле. То есть, Голиаф, он служил дьяволу. А теперь ты, твой духовный человек, как Голиаф с Иисусом. Эй, бесы, вы где там ходите? Они такие, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Золото принесли быстро. Они, понимаете, они не приносят тебе в голову мысли плохие, делай то, делай то. Во имя Иисуса все. Не мы рабы дьяволу, а дьявол раб. Он сказал, пленил плен и дал дары человекам. Все, что делают эти колдуны, во имя Иисуса, алхимия. Там превращение золота, ящик не только, он превратил воду в вино. Это же алхимия. Все чудеса мира принадлежат не колдунам, а Иисусу. Все сверхъестественные проявления принадлежат Иисусу и Божьему народу. А не бесам и колдунам, и чародеям этим всяким служителям сатаны. Он забрал все дары и дал нам. Когда мы начнем с ним, быть, чтобы он сказал, ну возьми такой дар чудесный, как у Смита Вигглсворта. Вот посмотри, как Эмили Макферстон была хороша. Вот такой дар тебе. А вот тебе, как у Кэтрин Кульман. Но получше, потому что в наше время надо так делать. И Господь хочет раздавать такие дары, которые мы не мечтали, не можем даже себя вообразить. Ко ма си ка то прощи та то? А когда это настанет? Он говорит, будь со мной. Иисус говорит, все, когда мы будем вместе? Иисус задает тебе вопрос еще. Ну что, Валентина, когда мы будем вместе? Ну что, Инна, когда мы будем вместе? Иисус спрашивает. Когда? Когда мы часик посидим в Священном Писании вместе с тобой, говорит Иисус. Когда мы побудем с тобой? Все. Аминь. Аминь. Итог. Итог. О, Иисус. Я сократил чуть-чуть, ну, так, чтобы по-быстрому. Итог. Быть с Иисусом. Иисус входит в мой разум, мою волю, эмоции, во все сферы души, тела. Все принятые мной слова, через принятые мной слова. Священное Писание входит во все сферы моей души. Слова Иисуса, когда оказываются во мне, они производят во мне освобождение, исцеление, усиление, укрепление, благословение и влияние. Иисус хочет вселиться в нас через свои откровения. И просто ничего вообще, вы поняли? Вообще ничего не сложного. Дважды два, четыре, Иисус Господь. Аминь. У, йо макабосо. Да. И дальше. Сейчас во мне живет Иисус, и я подчинился Иисусу. Я думаю, говорю, поступай, как Иисус. Быть с Иисусом – это впустить слова священного в Писание в себя. Просто организуй время для приема питания для духа, души и тела от слов Иисуса. Быть с Иисусом – это быть послушным словам Иисуса. Помните этот бывший, бывший бесноватый? Почему мы его переименовали? Бывший бесноватый. Ну, он такой был, наверное, в шрамах весь. Почему-то в одном месте и двое, в одном месте и двое. Да, неважно. Он был весь поцарапанным. Весь, что он только не творил. И он говорит, хочу быть с тобой, Иисус, быть с тобой. А потом мы читаем, Ветхий Завет говорит, Иисус говорит, и Ветхий говорит, в деталях как быть, впустив себя в разум. В Новом Завете Иисус есть слова Бога. И говорит он ученикам, пребудьте во мне, будьте со мной. Я хочу быть с вами, ты будь во мне, я вселюсь в тебя. Слова твои. Это все, ну, это все несложно. Один час кушать Иисуса. Священное Писание открываешь, кушать Иисуса. Я сегодня иду кушать Иисуса. Говорит, как вы что, челюдоеды? Так Иисусу говорили, что вы будете кушать его тело и пить его кровь? Ох, они баллы какие-то. Нет. Слова Бога, да вселяются в меня обильно. Со всякой премудростью и пустоянством. Молитва. Давайте мы встанем, помолимся. То, о чем мы говорили, мы сейчас просто подводим молитвенный итог. Ма коробо, щиробо, сутоко. Хо, быть с Иисусом. Давайте таки. Иисус, слова твои да вселяются в меня обильно. Слова твои да вселяются в меня обильно. Готовь мое сердце, Иисус. Готовь мое сердце, Иисус. Чтобы тебе было во мне комфортно и светло. Чтобы тебе было во мне комфортно и светло. Иисус, не моя воля, а Твоя, Иисус, да будет прямо сейчас. Иисус, я посвящаю себя Тебе прямо сейчас. Я посвящаю себя Твоим словам. Будь во мне во всех сферах духа, души, тела. Везде и во всем. Иисус, Ты все во всем для меня. Я хочу всегда быть с Тобой, Иисус. Миллион спасибо Тебе, Иисус. Аминь.